Добрый день, дорогие друзья! Проходим с вами новый вид спряжения. Это спряжение глаголов типа «пе», то есть глагол, у которых в основе «а» и «y». Посмотрим его список. Те глаголы, которые я подчеркнула, являются более популярными. «Эсси-е», «бали-е», «эф-ре-е», «бэ-ге-е», «ан-ре-е», «рэ-с-е-е», «бэ-е-е», «рэ-с-е-е», «рэ-пэ-е-е», «зэ-зэ-е-е». И мы сразу начнем со слайда, где у нас показано, что у глагола «пе» есть два способа спряжения. С «y» и «без». Что это значит? Это значит, что форма, где после основы есть непроизносимое «y», «y» может заменяться на «и», а может не заменяться. И это влияет на произношение. Давайте сначала посмотрим в фитюр-сэмплю два варианта, и потом в кондиционер-клезон два варианта. Первый вариант, когда заменяется. И посмотрите, пожалуйста, фитюр-сэмплю. Вот это «y» не произносится никогда, поэтому везде «y» будет заменен на «y». И давайте прочтем. Первый вариант читать следующим образом. Второй вариант. «A» и «y» читается как «ey». «Je паierai», «tu паierai», «il паiera», «nous паieront», «vous паierai», «ils паieront». В кондиционер-клезон, первый вариант. «Je paierai», «tu paierai», «il paierai», «nous paieront», «vous paieront», «ils paieront». Второй вариант. «Je paierai», «tu paierai», «il paieront», «nous paieront», «vous paieront», «ils paieront». Посмотрим другие времена с глаголом «essayer». Глагол «essayer» — первый вариант, там, где «y» мы сохранили. «Je sais», «tu sais», «il sais», «nous sais», «vous sais», «ils sais». Второй вариант. «Je sais», «tu sais», «il sais», «nous sais», «vous sais», «ils sais». Посмотрите, пожалуйста, в башмаке в данном случае, там, где «e» после основы не читается, мы заменили «y» на «i», и поэтому изменилось даже произношение. Эти две формы существуют в доказательстве тому, что норма не всегда являлась нормой, что до этого люди разговаривали по-разному. И тут мы видим, что они не пришли к какому-то единому мнению и оставили обе формы. И даже сейчас мы можем видеть людей одних и тех же. Один и тот же человек может употреблять и одну, и другую форму. То есть нельзя сказать, что одна форма более употребительна, чем другая. И теперь посмотрим глагол «essayer» в пассе «sample». «Je sais», «tu essaia», «il essaia», «nous essaiam», «vous essaiat», «ils essaier». Глагол «essayer» в двумя формами. Первый вариант. Вы признаете за мной. «Je serai», «tu essaierai», «il essaiera», «nous essaierons», «vous essaierai», «ils essaieront». Второй вариант. «Je serai», «tu essaierai», «il essaierai», «nous essaieront», «vous essaierai», «ils essaieront». Здесь я напутил ошибку, нужно окончание унт, как здесь. Резюмирую, в глаголах первой группы, где в основе у нас есть «a», «y», есть возможность заменить «y» на «i» в тех формах, где после основы идет непроизносимое «e». Вы можете выбирать сами, какая форма вам больше нравится, «y» или «i». Обратите внимание на то, что произношение меняется. Если вы выбираете «y», то там будет «e», если вы выбираете «i», то там будет «e». «J'essaie», «j'essaye», «je паie», «je паie». C'est tout, au revoir.